Наша трибуна Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radio-nvc.com, на нашей страничке Facebook и на нашем канале в YouTube. И Анатолий все время напоминает. Да-да, если у вас не хватает сигнала, который до вас как-то почему-то не доходит, пожалуйста, не пытайтесь бороться с радиоприемниками. Просто берите ваш либо iPhone, либо iPad, пользуйтесь нашим бесплатным приложением, выходите на наши странички и будете нас слушать в самом лучшем и качественном звуке, ну и видимости. Ну а те, которые пользуются андроидами, типа там Samsung и так далее, Galaxy, пожалуйста, выходите через браузер на нашу веб-страничку radio-nvc.com и опять же будете получать удовольствие от того, как и качественно и замечательно вы нас видите и слышите. Ну я смотрю на YouTube наши постоянные зрители и слушатели, но почему-то еще не все отметились. Ну-ка давайте-ка ролл-колл сделаем такой. Да-да, Израиль я. Ну, Израиль у нас есть, вот Петр там у нас постоянно здесь, Стив, кто еще, Светлана. В общем, я знаю, что нас слушают, это я больше чем уверен, нас слушают Юрий, Борис, Южная Каролина, по-моему. Ну, Южная Каролина, Сан-Диего, Нью-Йорк, Массачусетс, я имею в виду Бостон. Давайте-ка отметимся там. Денвер, Феликс Боровик. Так что? Коротенько так, поприветствуйте нас, ну, коротенькую такую реплику какой-нибудь, привет, типа, чтобы мы понимали, какова география тех, кто смотрит нас в YouTube в данную минуту. Да-да, давайте. Если вам несложно. Переключку. Если вам несложно, да, вот, привет, слушаем вас там-то. Мы оттуда там, мы из России, мы из Украины, мы из Калифорнии там и так далее, и так далее. Если несложно, сделайте, сделайте, пожалуйста. Ну, я знаю, что у нас там и в Дубае тоже есть слушатели. И даже в Японии, и на Гавайях. Да, 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 так что неудивительно звучит. Договорится, везде наши люди. Итак. Иллинойс, последняя такая мулька. Два бывших сенатора, одного звали Майкл Ноланд из Элджина и второй Джеймс Клейборн из Сан-Луис, подали в суд, что, дескать, заморожено. Они уже не являются законодателями, они когда-то были. Да. Что зарплату заморозили там в каком-то году, в 2009, что, ну, неважно, в каком-то. И что это является неконституционным и просят, чтобы, так сказать, суд признал это решение неконституционным. И чтобы им за все это время, как бы, компенсировали потери утраты. То есть люди, которые заседают в нашем законодательном собрании, не имеют ни капли стыда, ни капли совести. То есть, иными словами, причем Куккаунти суд, если я не ошибаюсь, да, именно Куккаунти принял это заявление к рассмотрению. Ну, да, но они приняли, по крайней мере. Если они выиграют этот кейс, если они выиграют этот кейс, то опять на наши плечи ляжут, лягут миллионы и миллионы. А для этих проходимцев, которые заседали в свое время, вы представляете какие-то деньги. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день, приветствую вас. Меня зовут Юрий. Конечно. Рад вас видеть. Массачусет, спасибо большое. Массачусет, здравствуйте, Юрий, еще раз. А я на самом деле, добрый день. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Это из Нью-Йорка вас беспокоит. О, вас внимательно слушаем. Стольный город Нью-Йорк, добрый день, спасибо. Спасибо, что позвонили. На самом деле, я обращался, чтобы просто, ну, вот, в YouTube там написали коротенько. Ну, звонки это тоже приятно. Это вообще, это просто выше крыши. Потому что... Ребята, спасибо, высший пилотаж. Спасибо огромное. Но это вот, что касается новостей... Не-не-не-не-не-не-не, подожди, ты что? У нас еще и звонок, давай. У меня все сорвался. Ну, звоните, с удовольствием. Звоните, да, будем принимать. Сереж, ну, а как же о том, что Лори Лайтфуд вдруг попросила Джейби Притцкера о том, чтобы, оказывается, пенсионный долг пенсионного фонда города Чикаго разделить на весь штат Иллиной? Вы себе представляете, 28 миллиардов долларов – это долг пенсионный города Чикаго. То есть, это город Чикаго, который пользовался удовольствием тратить эти деньги. А теперь кто-нибудь живущий, например, Макина или Иллиной, да, это где-то миль 60-70 от города Чикаго, теперь, оказывается, должны будут взять на себя бремя выплаты долга города Чикаго. Представляете? Государственные чиновники, которые работали в администрации города Чикаго, получают колоссальные пенсии. Не хватает денег, несмотря на высочайшие налоги, несмотря ни на что это, денег не хватает. И теперь они решили, что люди, которые живут, где бы они ни жили в этом штате, должны им помочь заплатить пенсии этим чиновникам, которые разворовывали казну, по сути дела, бестолково тратили деньги налогоплательщиков. Не имея никакого отношения, вот представляете себе, значит, из чего состоят, то есть, какие пенсионные фонды, о чем идет разговор. Значит, это идет разговор о пенсионном фонде учителей, полицейских, пожарников, ну и там есть, допустим, эти городские компании по уборке мусора и так далее, да. То есть, вот объясните мне, пожалуйста, значит, учителя, которые моих детей не учили, я живу в Лейк-Зурик, моих детей не учили, мой мусор не убирали, полиция, которая не имела никакого отношения к моему, к моей охране, и пожарные, которые близко не добрались бы до моей деревни, теперь я должен буду по понятию мэра города Чикаго отвечать за то, что деньги были разбазарены. То есть, леворадикальное отребье, которое управляет этим штатом, городом Чикаго, абсолютно плевали на Конституцию, потому что в Конституции как бы прописано, что правительство там собирает деньги для того, чтобы на общие какие-то нужды. Но какие нахрен у нас общие нужды с городом Чикаго, я имею в виду тех, кто живет в других пригородах. Мало того, я вам скажу, что в пригородах, малином, в Венетке, какой город ни возьми, Норсбрук, та же самая проблема, та же самая проблема, также дефицит пенсионных фондов, но принимают чиновников, разрастается аппарат, потом эти люди уходят на пенсию, им пожизненно платят пенсию, индексируют ее каждый год, по-моему, 3%, пожизненно бенефиты, и все оказались в такой финансовой, большинство городов в нашем штате находятся в финансовой яме, но в самой глубокой яме находится Чикаго. Так вот, мало того, что вы посмотрите, какие налоги на прапорте платят, скажем, вот те пригороды северные, о которых мы говорим, несмотря на это денег не хватает, несмотря на это у них пенсионные фонды пустые, так еще люди должны собраться, еще раз повысить налоги, чтобы оплатить бюрократов, которые в свое время работали в Чикагском правительстве. А ты мне объясни, а в чем тогда будет происходить различие между штатовским законодательством, законодательством каждой деревни отдельно, или города, или пригорода, да, почему, вот у меня вопрос будет такой, в моей деревне полицейский, то есть зарплата полицейского составляет, допустим, 30 тысяч в год, допустим, я не называю точную цифру, теперь, зарплата полицейского, например, в городе Чикаго, составляет 45 тысяч в год, вот у меня вопрос, почему я, живя в пригороде, специально выбрав пригород, где ниже налоги, из-за того, что зарплаты и расходы меньше, почему я должен буду приравниваться к городу Чикаго, где просто идут, то есть, по сути дела, все перевернуто с ног на голову, абсолютно, есть какая-то, какой-то муниципалитет, который, исходя из своих возможностей, нанимает каких-то работников, которые удовлетворяют нужды жителей этого муниципалитета, происходит все наоборот, чиновники, или там выбор, избранные какие-то там должностные лица, раздувают аппарат, и потом под этот аппарат начинают подгонять налоги, то есть, не они служат нам, а мы служим им, получается, и это то, что лево-радикальное отребье пытается превратить в нашу страну, и в значительной степени им, к сожалению, это удается. Причем, хочу немножко объяснить, опять же, нашим радиослужбам, у нас, во-первых, дай быстренько прокомментирую, вот тут Илья пишет, Техас слушает вас каждый день, и получаем огромное удовольствие, и между на хорошее бушу, и надежду на хорошее будущее. Yo, have a nice day, I hear. Всем вам хорошего здоровья, спасибо большое, Илья. А Латгалия? Замечательно. Это из Латгалии нам тоже пишут, что слушают. А вот тут еще одно письмо пришло. Немножко от этой дела идем. Давай зачитаем потом. Так, в основном слушаю поэп, понятно. Спасибо большое. Спасибо, друзья, спасибо из Миннесоты, вот пишут. Потому что о мерзостях, которые происходят в нашем штате, говорить можно бесконечно. Что ни день, то какая-то новая пакостная новость. Ну, ты знаешь, у меня просто, почему я хотел быстренько объяснить, мне люди, очень многие спрашивают уже вне эфира, просто будешь смеяться, звонят, пишут мне в личку, откуда в городе Чикаго настолько раздутые пенсионные фонды. Так вот, как это делается? Ведь это делается элементарно. То есть, человек, имея какую-то руку где-нибудь в городе Чикаго, причем неважно где, будь то в Министерстве образования, в отделе образования, вернее, будь то в полиции, будь то где-то в сити-холле, имея просто какой-то конец, этот человек где-то в возрасте 58-60 лет, всю жизнь работая на частный сектор, принимается на работу городом Чикаго, отрабатывает своих 40 кварталов в городе Чикаго, зарабатывает себе пенсию, которую ему потом пожизненно будут выплачивать, эту пенсию. Хотя он, в принципе, палец о палец для города Чикаго ничего не сделал. Его взяли чисто, вот, это называется по блату. Это блатные. Вот так раздувается пенсионный фонд. Люди, которые... Этот человек, он не давал деньги. Я тебе сейчас приведу еще один, и более яркий пример. Только скажу о том, что наш радиослушатель Марис, уточняет Латгалия, это Латвия. У! Да. Лабос. Лабос Вака. Лабос Вака росла в Латвии, и Лабодена у нас. Значит, не помню имя этого лоббиста, который проработал всю жизнь лоббистом на профсоюз учителей. Один раз, один день, в городе Чикаго, ну, соответственно, он сейчас на пенсии, он получает, по-моему, 600 тысяч пенсию. Наших денег. 600 тысяч пенсию, что лоббистом был на профсоюзе. Да, да, да. А потом один день, один раз проработал substitute teacher в школе, в public school. Один день. И получает за этот один день пенсию 106 тысяч долларов денег, наших денег в год. Вот это мерзейшая ситуация. Это вот то, что делают фрикен политики, которых избирает гребаный Кук Каунти. А потом они хотят, чтобы мы, живущие абсолютно в других районах, оплачивали их вот эти аферы. Вот вам, пожалуйста, как это все происходит. Сейчас приведет звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, привет из Латгалии. Он не написал, откуда, какой город, да? Он не написал, да. А вы знаете, где Латгалия? Как выяснилось, в Латвии. Точно, в Латвии. В свое время это была Белоруссия. Это было, ну, не скажем, Белоруссия. Литовское княжество. Да, да, да. Идевская губерния потом. Сесть Воспалита, да, да, да. Идевская губерния Латвия. Теперь это Латвия. Город Двинск. Кто-то знает Даугас-Билс. Да, есть такой. Это вот их, так сказать, центр. Окей. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот письмо. Письмо от Евгения Шварца. Здравствуйте. Есть ли новости о расследовании убийств двух полицменов и двух бывших сенаторов, связанных с расследованием подвигов Хиллари и ее помощницы? В Канзасе. В Арканзасе вырвели двух. Нашли убитыми, да, двух сенаторов. Но я не знаю. Я тоже. Еще ничего не происходит. Я больше, чем уверен, что расследование идет. Идет какое-то, очевидно, да. Не знаю, насколько там еще есть тормоз в этом штате Арканзас со стороны Клинтона. Поэтому я думаю, что всеми возможными делами, всеми возможными силами будут тормозиться эти расследования, если это связано каким-то образом с Клинтоном. Ну, это уже такое дело. Теперь. Ну, теперь еще вот. Так сказать, сформировалась полностью картинка кандидатов в президента демократической партии. То есть мы уже все знали, что они за открытые границы. Ну да. Просто они заявляли о том, что это не должно быть криминальным нарушением, нелегальное пересечение границы не должно быть нелегальным нарушением. Они выступали за то, чтобы, значит, упразднить АЭС и пограничную службу некоторые из политиков выступали. Они выступали за то, чтобы обеспечить, как ты справедливо заметил, всех нелегалов бесплатным медицинским обслуживанием, ну, бесплатным обучением. Чем я и поздравляю жителей штата Калифорния. Да. Причем это не, так сказать, не наше измышление. Если вы наблюдали за дебатами, они все дружненько подняли руку. Нет, так, ну, сам подписал Билл. А это сейчас уже подписал Билл, да. Подписал Билл. Да, жителям Калифорнии, ну, да, мало им налогов, сейчас еще придется немножко поднатужиться, чтобы обеспечить всех нелегалов, а их там хреново туча нелегалов. Ну, и потом все кандидаты в президенты, так сказать, подняли руку, когда им задали вопрос, вы за то, чтобы обеспечить медицину нелегалов? Все до одного, и зал взорвался бурными аплодисментами. Такое впечатление, или там сидят дебилы конченые, или там сидят все нелегалы. На зарплате. Там сидят вот эти вот, их называют чир-лидерс, назовут это. Так, ну, и последнее заявление одного из лидеров президентской гонки, Покахонтас, сказал, я положу конец израильской оккупации Палестины. Господа еврейцы-демократцы, поздравляю вас. Вы скрываете свою ненависть по отношению к Израилю, но вы всегда поддерживаете партию, которая пытается сыграть на стороне тех, кто ненавидит Израиль, и кто пытается его уничтожить. Вы играете на стороне Ирана, который грозится уничтожить Израиль. Я помню, как на волне 13.30 такие люди, назовем люди, которые молились на эту сделку с Ираном, на этого Абумера, Обаму, который миллиарды долларов дал Ирану. дал возможность, так сказать, финансировать Хамас и прочие. А то, что он снял санкции, которыми уже задушили. То есть, вы на чьей стороне? Вы на стороне Америки, Израиля, или вы все-таки на стороне исламистов? На стороне леворадикального отребия, коммунистов? А знаешь, какой ответ? Вот это ответ, который меня бесит больше всего. Чем больше я с ними разговариваю, тем больше меня это бесит. Ответ такой, нет, мы не за исламистов, мы не против Израиля, но мы за демократов. А вот и вы не объясните разницу. И мы не за открытые границы. Разницу, объясните мне. Если вы не против Израиля, и те мнения, вы за демократов, которые против Израиля. Так за кого же вы? Ответьте сами себе вот на этот вопрос. Только честно. Сами себе. Не прячьтесь за тем, что вы правильно и сердобольно говорите, что вы сочувствующие и так далее. Если вы не за исламизацию, если вы не за Иран, не за антиизраильские чувства или движения, тогда как можно с чистой совестью идти, голосовать за демократов, которые, если уже больше, они вам открытие сказать не могут. Откровения, да, откровения они уже сказать не могут, что они ненавидят Израиль. В частных беседах вы говорите или в дискуссиях вы говорите, что вы против БДС, которую финансирует тот же ублюдок, который финансирует вашу гребаную партию. И вы поддерживаете эту партию. Но вы против бойкота Израиля. Вы говорите иногда, что вы против Black Lives Matter. Но это же создание демократической партии. Это плод от плоти, кровь от крови, что называется. Антифа. Антифа. Это фашистское крыло демократической партии. И кома. Ты понимаешь, вот это вот вся суть? Я не начинаю. Нет, мы не за это, но мы вот, да. Это вся суть демократической партии. Антифа, да? Тем не менее, они самые чистые фашисты. Кто сказал? Кто сказал? Рональд Рейган, по-моему, сказал, что фашизм в нашей стране придет под именем либерализма. И он был абсолютно прав. Ты понимаешь, Антифа, мы не за открытые границы. То есть, все, что они говорят вслух, это фактически с точностью до наоборот в их идеологии. Так это их традиция. Они обвиняют своих оппонентов в том, в чем они виноваты. Всегда. Боятся действительно вскрыть свои взгляды. Если вы настолько против Израиля, если вы настолько против... Называйте вещи своими именами. Не надо выступать перед народом и пытаться завуалировать свой ответ. Ложь. Только вот... Конечно, ложь. Ложь абсолютная. Это то, чем они живут. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Добрый день, господин Червец. А просветите меня, пожалуйста. Ну, я вот не в курсе, знаю. Республиканская партия, демократическая кандидаты. А кандидаты от третьих сил. Расскажите, это кто? Либертарианцы зеленые, красные, черные. Кто это такие? Ну, я вам скажу. Они себя называют независимые. Или некоторые называют либертарианцы, некоторые называют партию зеленых, некоторые называют еще как-то. То есть, в конце концов, как говорится, концовка манечка, они себя называют независимыми. Но самое интересное то, что на сегодняшний день настолько все разделилось четко, полярно, что уже все, уже говорить о независимости даже нет смысла. Потому что по-любому ты либо на этой стороне, либо ты на той стороне. Либо ты за Америку, либо ты против Америки. Все. А все остальное это уже лирика-перика. Там уже нет ничего такого. Поэтому, к сожалению, раньше когда-то, вот если вы помните, я знаю, что вы не совсем давно, но даже вот была партия чаепития, да, вот образовали партию чаепития, это были консерваторы до мозга костей. Это люди, которые дрались за чистоту консерваторства. То есть, сегодня уже даже эта граница абсолютно стерлась. Есть за Америку, против Америки. Есть люди, которые считают, что Америка это великая страна, и здесь царствуют законы. А есть люди... И это консервативная часть населения. Консервативная. А есть люди, которые считают, что страна была основана исключительно на расовой дискриминации, и что это позор, и вообще страна была... Страна эта крайне несправедливая, крайне жестокая. И надо все время... Так вопрос, а сколько ожидать же в бюллетене кандидатов? Демократы, республиканцы, а там зеленые, независимые, и сколько? Как вы думаете, сколько их будет в бюллетене? Я думаю, что если следить за тем, как это происходило ранее, я думаю, что еще три. Еще три человека, да? Ну, вы правильно назвали. Нет, я не знаю, сколько будет человек. Я знаю, что возможностей может быть еще три. То есть, это либертарианцы, это зеленые, и это, я хочу сказать, сочувствующие... Ну, кто этот... Независимый. Сео как независимый собирается. Независимый, да, да, да. Сео Старбаксов. Сео Старбаксов, значит, сейчас... Он был как независимый кандидат. Ну, вот этот Уил, как Уилбург или Уильям Вайлд, он идет как якобы республиканец. Ну, значит, праймарис был. Да, ну, это будут праймарисы, я думаю, что он даже близко не подойдет. Так же, как Своу Вайлл, быстренько. Да. Хорошо, благодарю вас за ответ. Пожалуйста, всего хорошего. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я хотел спросить про этого Сео Шульца. Да, да, вот мы сейчас только его упомянули. Да, да. А вы только что его упомянули. Вы знаете, я вот так смотрю передачи какие-то, ну, я люблю новости. Да. И где его, в общем-то, не видно. Он то ли затаился, то ли он никого не интересует. Вы можете что-то рассказать по этому поводу? Ну, во-первых, ему сейчас особого смысла нет, спасибо большое, особого смысла нет ничего делать, потому что, чтобы к нему интерес действительно сейчас пропал. Сейчас идет предвыборная гонка в смысле праймарис в демократической партии. Эфирное время стоит дорого. Ему нет смысла тратить деньги на эфирное время, появляться в передачах и чего-то там говорить. Потому что непонятно, кто выиграет праймарис. И у него не будет праймарис, наверное, он будет один, единственный, независимый кандидат. Вот уже когда, так сказать, определятся номинанты от той и другой партии, очевидно, тогда мы его увидим, он слышим, и реклама какая-то пойдет, и выступление на телевидении. Я тебе скажу честно, я к Шульцу, у меня отношение такое. Это человек, которому, то есть, ему это, во-первых, абсолютно действительно не нужно. То есть, Трамп, он немножко другого склада. Да, он миллиардер, но Трамп, интересный человек, он борец за справедливость, так называемый. Шульц, он абсолютно, ему абсолютно все фиолетово, бей красных пока не поверяют, бей белых пока не покраснеют. Его задача прийти к власти. Вопрос только, для чего? С одной стороны, он же абсолютно хороший CEO для своей компании. Он им сделал страховки. За некоторым, ну, для своей компании, ну, скажем, пару последних его выступлений, когда он сказал, что если вы гетеросексуал, нам ваш бизнес как бы не нужен. Помнишь его заявление? Да, да. Что отразилось, так сказать? А потом, когда пару черных там арестовали в Старбаксе, тоже произошел скандал. И закрыли там на один день все Старбаксы, дополнительный тренинг проводили, как нужно правильно себя вести и так далее. То есть, пару моментов было таких... Поэтому я тебе говорю, что ему, я не понимаю, зачем ему это нужно. Он хороший CEO, у него хорошая компания. Наведи порядок в своем, как говорится, HR-департменте. Как ты думаешь, для чего этому Эрику Сволву нужно было участвовать? Хотя он вылетел из гонки до того, как объявил о своем участии. Я тебе скажу, почему. Если он короче... Набрать пару миллионов долларов денег, и при определенных обстоятельствах, кстати, эти деньги могут стать его личными деньгами. Ну да. Я слушал, кто-то из консервативных, никто Галагар, ни то Ленин говорил, что при определенных обстоятельствах, при определенных условиях, эти деньги могут перейти в его личное пользование. Сволву. Он рассчитывал на то, что он левее левого. А оказалось, что за ним в левую сторону еще целая очередь. Понимаешь? И он погорячился просто. Окей. Ладно, мы должны прерваться так. Давайте мы вернемся буквально через пару минут. Никуда не уходите. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас будут вопросы или комментарии какие-то, милости просим. Так. Верховный суд, помнишь, принял решение, что, как бы, возвращаясь к сенсусу, к переписи населения, администрация Трампа намерена включить вопрос о гражданстве в опросник, который существовал всегда, потом Обама его отменил, тихо, по-тихому отменил. Причем только в одном сенсусе. В одном. И при этом не потребовалось разрешение Верховного суда. Непонятно, почему Трампу, для того, чтобы внести снова этот вопрос, обязательно нужно разрешение Верховного суда. Я тебе скажу почему. Не потому, что я такой умный. Потому, что я прочитал буквально три дня назад о том, что все предложения, которые вносит Трамп в том или ином случае, 90% его предложений попадают в суд, блокируются, и в конце концов ожидают либо рассмотрения высшего суда, или высшего. Поэтому вчерашнее назначение очередного суди в апелляционный суд в Калифорнию, в девятый округ нормального суди, не политического активиста, который составляет по сей день еще большинство в девятом апелляционном суде, причем леворадикальные активисты, вчера назначили еще одного судью, но это уже по представлению Трампа, Конгресс, Сенат утвердил, все там, два сенатора не голосовали, в общем, 53, 48, по-моему, или 47 голоса, или 44, ну, неважно, 53 человека проголосовали за, ну, и надеюсь, что еще несколько судей утвердят, и тогда им восстановится некое равновесие. Нет, нам не видать удачи до тех пор, пока в Верховном суде все-таки мы радовались тому, что Трамп назначил Горсича и Кевину. Мы считали, что, наконец-то, этот суд выровнялся, выровнялся в своем... Робертс раз переметнулся. И теперь, оказывается, Робертс, не знаю, что там происходит, кто его вкладит, кто его держит, да, 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 то есть он будет голосовать чисто с... Да, как Геннеди в свое время голосовал. Да, теперь вопрос. Почему так важно? Мы вот в прошлые выборы, мы говорили, насколько важно, чтобы Трамп выиграл, потому что там светило Горсичу. Мы не знали, что судья Кеннеди уйдет, и придется назначать еще одного. Но теперь мы знаем, что Русс Бейтер Гинбург, Гинсбург висит просто... Ее уже, по-моему, приклеили к этому стулу, привязали всеми скрепками, чтобы только она не выпала из него, который, дай бог, если Трамп выиграет, это место освобождается. Я думаю, что пару мест еще будут. Я просто боюсь, что там не уйдет, потому что это будет немножко тяжелее. Понимаешь, поэтому, если уйдет Гинсбург и назначат еще одного, я не говорю про Трамповского, я говорю про конституционного судью, вот тогда у нас будет... Давай попробуем приятный звонок. Добрый день, пожалуйста, Фили. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что Кована, это будет следующий родор. Он, его, мне кажется, когда его выбирали, его так напугали, что он голосует то там, то с там. В этом случае, это не республиканский кандидат. Я с вами не согласен. Я с вами не согласен. Мне, вот я вам говорю честно, так оно и есть. Мне не нужен не республиканец, мне не нужен демократ. Мне нужен вот такой, как Кевана. Это человек, который, он называется конституционалист. Это человек, который за конституцию. И вот такие люди... Вы знаете, я вообще, в принципе, во всем с вами всегда соглашаюсь, но здесь я с вами не согласен. Вы, мне кажется, здесь сильно не правы. Он не конституционалист. Он не конститу... Окей, так иначе... Окей, хорошо. Спасибо вам за мысль. Я вам просто объясню, почему я так думаю, чтобы вы хотя бы поняли. Смотрите, когда принимается решение, если решение принимается по конституции, и это решение может быть как-то обосновано, для меня этого достаточно. А вот то, что сделал Джач Робертс вот с этим кейсом по поводу гражданства, он абсолютно его не обосновал. Он, с одной стороны, вроде бы его и не отвергнул, но... То есть, он сказал, как бы смысл заключается в следующем, пара фраз. Администрация имеет полное право внести этот вопрос в опросник. Но вот аргументы, которые привела администрация, меня не устраивает. И в муне... Вы только вслушаетесь. Вот в этом разница между политиком и конституционалистом. Ему не понравилось намерение, с которым к нему обратились. Его не нужно нюхать. Его нужно учить, как в том анекдоте. Никого не интересует, что ему нравится, что ему не нравится. Он должен решать вопрос по Конституции. Все. Точка. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я очень извиняюсь. Сегодня утром меня слушало русское радио. И одна женщина из польской комьюнити заявила, что была некая резолюция номер 447, я точно не уверен, которую Трамп якобы подписал. И эта резолюция говорит о том, что Трамп дает Польшу евреям. Вы что, не бы слыхали об этом? Да. Слыхали. В страшном сне и в анекдоте русского радио, которое вещает утром. Не читайте советские газеты обеда. Не ходите, дети, в Африку гулять. Добрый день. Добрый день. Я бы хотела вернуться к вопросу, Кавана конституционалист или нет. Вчера я слушала Левайн, Марк Левайн, Левин и Левайн. И он сказал, что нет, Кавана не конституционалист. Он назвал его он не традиционалист. Что в переводе на русский называется не конституционалист. Так что я согласна с слушателем, который сказал, что похоже, что его запугали до смерти. Такое впечатление у меня тоже. Спасибо. Мария, я никогда с мнениями не спорю. Спасибо. Марк Левин, запомните такую вещь. Я его обожаю, я его уважаю. Но Марк Левин точно так же гнет республиканскую линию. И это с одной стороны правильно, но там, где касается Верховного суда, тут нужно давать отчет в его объективности. Поэтому, ну... Добрый день. Это 1430? Да. Да, говорите, пожалуйста. Такой вопрос у меня. Значит, когда приходят к власти новые, или CEO, или президент, то ставят своих людей. Да. Такое впечатление, может быть, я ошибаюсь, что в этих FBI, CIA, АРС и других этих департментах все еще заседает довольно большое количество арбамовцев. Да. Это не ваше впечатление. Это абсолютно истина. Даже когда меняется... Вопрос, почему администрация Трампа не увольняет их и не ставит своих людей? Это беда, которая случается с каждым президентом. Потому что, во-первых, уволить чиновника, какого бы то ни было, практически невозможно. То есть, если можно поменять, что называется, политического назначенца, который стоит во главе того или иного ведомства, это можно сделать. И то не всегда, и то с утверждением Сенатом. После того, как Сенат утвердит. Что касается всех остальных, которые под ним работают, все эти 2,5 миллиона чиновников, которые работают, выгнать хоть одного из них, самого последнего, самого грязного негодяя или самого большого бездельника, практически невозможно. Потому что они защищены законом. Потому что, к сожалению, существует такая организация, как профсоюз государственных служащих, что является на самом деле извращением полным. Я помню, профсоюзный лидер где-то конца 40-х годов говорил о том, что невозможно иметь профсоюз государственных служащих. Это оксимарон. Этого не может быть. А особенно, представляете, если этот служащий, опять же, я вас прошу, не называйте меня расистом, но, представляете, если этот служащий еще и чернокожий. Вот попробуйте уволить государственного служащего чернокожего просто так. Поэтому все эти 2,5 миллиона чиновников, которые работают в том или ином правительстве, ведомстве и так далее, 99 или 94, скажем так, очень консервативно возьмем цифру, голосуют за демократическую партию, потому что именно это партия большого правительства. Именно эта партия будет гарантирована содержать их, может быть, еще кого-то из их родственников примут на работу, расширят правительство и так далее. Абсолютно. Поэтому такая, к сожалению, Создаются новые департаменты, новый офис. Особенно этим страдает Министерство иностранных дел. Да. Это ужасно. 99% работников министерства это леворадикальное отребье с промытыми мозгами, с марксистскими идеями, ненавидящие нашу страну, продающие ее интересы. И вот, к сожалению, поэтому вот эта машина проворачивается с большим скрипом. Добрый день, пожалуйста, Добрый день, Сергей. А вы ошиблись насчет, кто это сказал насчет профсоюзов гослужащих. Это сказал икона либеральных демократов. Это сказал сам Кеннеди говорил о Рузвельт. О, Кеннеди, по-моему, о Рузвельт. Да, Рузвельт тоже. Это не может быть, это противоречие самой функции государства. Окей, спасибо большое. Теперь. Но, но, к сожалению, вернее, к счастью, я прав. Об этом говорил не только Рузвельт, но и сам лидер профсоюзного движения какого-то. Этого я не знал. Да. А Рузвельт его сказал, это я помню. Который до сих пор ищет. Да. Спасибо большое. Рузвельт, да, действительно, Рузвельт сказал, и тем не менее, демократы переступили. Добрый день, вы в эфире. Да. Говорите, пожалуйста. Извините, звоню третий раз. Пожалуйста. И каждый раз с вами не соглашаю. Ну, это ж классно. Вы сказали, что демократы за большое правительство. Но большое правительство начал делать, вернее, продолжил делать еще и Буш-младший. Он не уменьшал правительство, он его увеличил. И это его республиканцы кратиковали. Я с вами спорить не буду. Мало того, я его назвал, как же я его тогда назвал, фискальным или фискальным социалистом, по-моему, я его тогда назвал. Я вам скажу, вот по имени, вы абсолютно правы, кстати, вы действительно абсолютно правы, потому что именно с Буша-младшего началось падение республиканских консерваторов, как таковых, именно с его президентства, и потом уже просто так получилось, что там уже Обама подошел на два срока, республиканцы, попав в оппозицию, решили, послушайте, что нам там рваться из трусов, пытаться как-то сдерживать правительство, когда на этом можно хорошо нагревать деньги, хорошо нагревать руки, развивая и тратя деньги. И поэтому я вам скажу, даже вот если вы посмотрите на последний бюджетный рассмотр, вернее, рассмотр бюджета, республиканцы точно так же, как и демократы таскают этот бюджет, просто рвут его на части. Поэтому это все началось именно с Буша. А теперь у меня вопрос к вам. Да. Значит, в начале своего президентства Трамп запретил вообще кого-либо принимать на государственную жизнь. Вообще запретил. Мне кажется, кроме военных было такое. А что сейчас происходит? Потому что в принципе, если бы этот запрет оставался в силе, то в силу ряда причин болезни, болезни, люди уходят на пенсии, люди находят другую работу, правительство бы уменьшалось. А что сейчас происходит? На самом деле, вот то количество чиновников, которые Трамп не принял на работу, по-моему, там 300 свободных мест, таких, которые утверждаются сенатом, они так и остались. И потом, если вы посмотрите на бюджет, внутренний бюджет правительства, то он значительно сократился, Трамп сэкономил миллионы долларов на это. Миллионы. То есть, он пытается сделать это, но в общем... Когда мы говорим о большом правительстве, это не только чиновники, которые пилят деньги, которые выделили на разные всевозможные программы, но и сами программы. Существование этих программ обеспечивают чиновники. Мы говорим о средствах, выделяемых на всевозможные, иногда необходимые, а по большей части просто трата денег бестолковая. Я вам больше скажу. Сейчас уже начинает ходить интересное мнение о том, что вот именно Homeland Security и ICE, что это две организации, которые в принципе они не нужны, потому что когда-то, если... Ну, те, которые здесь были до 9-11, когда-то ведь этих организаций не было. И абсолютно нормально справлялись АНС, иммиграционная служба, и ФБР, и СИА. Абсолютно нормально справлялись. Таможенная служба принадлежала Министерству юстиции, и все это было замечательно. Ну, потом быстренько как-то испугались вот того, что произошло. Создали вот этот Homeland Security, под ним сделали ICE, они, получается, не тут, не там, они не в министер... Это абсолютно отдельное, как говорится, живущий орган, который можно было бы в принципе, если бы по-нормальному к этому отнестись, их бы можно было упразднить и отдать, опять переформировать иммиграционную службу и поставить ее под министерство юстиции. Более того, а в свое время до президента Картера у нас, как минимум, не существовало министерство образования и министерство энергетики. Еще одно. И министерство энергетики. Министерство образования, которое сейчас крутит, по-моему, бюджетом в 60 или в 70 миллиардов долларов, и министерство энергетики, их просто не было. Я тебе больше скажу, чего еще не было. Не было EPA. Ты знаешь об этом? Но это уже Никсон. Нет, не было EPA. Агентство по окружающей среде? Да, по охране окружающей среде. Они, по-моему, создали. Значит, EPA начала, вот после карты, во времена Регина и потом Буша старшего, начали вот эту вот всю очень серьезную охрану так называемой окружающей среды по, когда создали департамент энергетики, вот тут создали департамент по охране окружающей среды. То есть, вот эти вот все департаменты можно было бы спокойно убрать. Друзья мои, я вижу, у нас все линии горят, но, к сожалению, времени больше не осталось, но на этом наш разговор не заканчивается. Мы с вами будем продолжать его, обсуждать все, что происходит в нашей стране. Но не сегодня. Но уже не сегодня. Спасибо вам огромное, спасибо за то, что слушаете, спасибо за то, что принимаете участие в наших передачах, спасибо всем, кто откликнулся на YouTube-канале. Всем привет, хорошего настроения. Всем хорошего вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!